Здравствуйте, друзья! В этом видео мы хотели бы затронуть очень актуальную и, судя по вашим комментариям, волнующую вас тему, а именно касательно принимающих военных беженцев из Украины, федеральных землях и регионах Германии, а также как можно сменить место проживания. На форумах в интернете и различных YouTube каналах курсирует информация о, так сказать, закрытых городах и регионах. Мы постараемся раскрыть эту тему. Звучит интересно? Тогда поехали! Добро пожаловать на наш канал Geomanication. На этом канале мы предлагаем самую актуальную и релевантную информацию об иммиграции и трудоустройстве в Германии, так что обязательно подпишитесь на наш канал и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить новых выпусков. Итак, а теперь все по порядку. Ответить на этот, на первый взгляд, несложный вопрос оказалось очень непросто. Еще раз напомню, Германия это федеральное государство, состоящее из 16 независимых федеральных земель, так называемых Бундесленда. Каждая земля имеет свою юрисдикцию и вправе принимать автономные решения на региональном уровне. К этому уровню относятся также все социальные, интеграционные и иммиграционные вопросы. Именно поэтому однозначной и вседействующей информации просто не существует. Каждая федеральная земля Германии самостоятельно организует прием, регистрацию и распределение беженцев. Обычно для этой цели открываются специальные центры приема беженцев в крупных городах. Для получения информации о центрах приема беженцев можно обратиться в ближайшее отделение ведомства по делам иностранцев Ausländerbehörden. Кроме того, во многих городах есть центральные координационные центры. Чтобы найти подходящий приемный центр, можно воспользоваться системой поиска ближайшего Ausländeramter на сайте BAMF. В следующей дали таблицы информация об основных центрах приема в крупных городах Германии. Учтите, это не единственные центры приема беженцев. Кроме того, по мере прибытия большого количества беженцев из Украины, центры могут перемещаться или открываются новые. А теперь перейдем к центральному вопросу этого видео. Какие федеральные земли и регионы еще принимают беженцев из Украины? Прежде всего, в связи с особым гуманитарным положением в Украине, Германия издала нормативное распоряжение, благодаря которому военные беженцы из Украины временно освобождаются от требования к виду на жительство. Внимание! Это постановление ограничено 31 августа 2022 года. После этого беженцам войны понадобится действующий вид на жительство. Поэтому, согласно текущему статусу, заявление должно быть подано в местный иммиграционный офис не позднее 31 августа 2022 года. Пожалуйста, узнайте заблаговременно на сайте города или в иммиграционной службе Ausländerbehörde. Само дело может еще рассматриваться, обрабатываться даже по истечению этого срока. Что будет потом, пока абсолютно неизвестно, но мы внимательно следим за развитием этого вопроса. Так что до конца августа действует эта директива и Германия и дальше принимают всех граждан Украины, ищущих защиты от войны. Слухи о закрытых границах не отображают реальность. Так, теперь мы разобрались с внешней границей, а теперь перейдем к федеральному уровню в Германии. Здесь сразу же хотелось разбить тему на две категории. Первое. Вы независимы от социальной помощи, и второе. Вы претендуете на социальное пособие от социал-амта или джоб-центра. В первом случае все предельно просто. Если вы финансово независимы, то вправе принимать самостоятельное решение, где и в какой земле или регионе поселиться. Тем не менее, рассчитывать, что вас где-то поселят или найдут квартиру, тоже не стоит. На этом месте настоятельно советую посмотреть наше видео о поиске квартира в Германии вот по этой ссылке. А теперь ко второй категории, которая отображает большинство беженцев из Украины. Если вы получаете социальную помощь от социал-амта или джоб-центра, существует множество нюансов. Еще раз повторюсь, каждая федеральная земля решает все социальные, интеграционные и иммиграционные вопросы автономно, пользуясь своим собственным бюджетом. Германия предоставляет защиту людям, спасающимся от войны и вынужденного перемещения. Для того, чтобы всем обратившимся за защитой можно было обеспечить должные условия, оказывают помощь все федеральные земли без исключения. Распределение проходит по определенному алгоритму. Например, на Берлин приходится всего лишь 5%. Так что, если вы прибыли в Берлин, очень вероятно, что после первичной регистрации вам нужно будет переехать в другое место, может даже другую федеральную землю. Там вы получите жилье, где сможете долгосрочно остановиться, пока не сможете сами о себе позаботиться. Как только вы сможете покрыть свой прожиточный минимум, то будете сами вправе принимать решение куда-либо переехать. Учтите, что города так называемой Большой Семерки это Мюнхен, Берлин, Гамбург, Кölн, Дюссельдорф, Франкфурт и Штутгарт чрезвычайно переполнены и до нас действительно доходит информация от нашей аудитории, что многие из них уже не принимают беженцев. Что другими словами означает, что лимит квоты на социальные выплаты исчерпан и, соответственно, беженцев перенаправят в те регионы, где бюджет еще есть. Советуем изначально пробовать города, сателлиты или по соседству свыше упомянутой Большой Семерки. Оказалось, что найти достоверную и актуальную информацию про такие, так сказать, не принимающие города практически невозможно. Поэтому мы хотели обратиться к нашей уважаемой аудитории, которая уже сталкивалась с отказом в том или ином городе и попросить коротко поделиться своим опытом в комментариях под этим видео. Таким образом, мы надеемся дополнить общую информацию и помочь сориентироваться новоприбывшим и тем, кто хочет переехать. Благодарим вас заранее за ваше активное участие. Какие факторы, тем не менее, могут повлиять на поселение в желаемом городе? Если в этом городе уже находятся ваши родственники, обязательно укажите об этом вашей анкете. Если у вас есть потенциальный работодатель, который был бы готов взять в ближайшее время вас на работу и поручиться за вас. Найденная квартира и подписанный хозяином МИД Ангебот, то есть заявление о намеренности сдать вам квартиру, вписывающуюся в критерии социального жилья. Также можно попробовать апеллировать на школьное место вашего ребенка. Если это видео было полезно для вас, тогда обязательно подпишитесь на этот канал и поставьте лайк. Таким образом вы поддержите нашу инициативу. Это совершенно бесплатно. Хотим поблагодарить наших друзей с телеграм-канала EuroHelp, присоединившихся к поиску информации в интернете. Ссылку на их канал вы найдете в описании под этим видео. Оставьте ваш комментарий или вопрос под этим видео и мы обязательно постараемся на него как можно быстрее ответить. Присоединяйтесь к нам на нашем телеграм-канале для открытой дискуссии с участниками чата. Желаем вам всего наилучшего!